А к улице неподконтрольного Украине Енакиева на эксклюзивных кадрах старые, уже окислившиеся терриконы, ржавый копер-подъемник. С виду это очередная мертвая шахта. Таких на Донбассе десятки. Но это только на первый взгляд. Прямо как бы тебя кулаком по спине голбануло. Приказ был выйти всем, кроме рупора работали, оповещали, значит всем выйти из дома, вынести там свои документы и тому подобное. Находить, ну а других людей там с этих пятиэтажек, которые вывозили в Пионер Валерия. Шахта «Юный коммунар» была одной из самых опасных в СССР. За 20 лет с 59-го по 79-й тут произошло 235 выбросов газа и угольной пыли. Постоянно гибли люди. Шахта стала механизированным подземным заводом. Для стабилизации пластов породы и угля и уменьшения газоопасности в Кремле якобы решились на необычный эксперимент создать внутриискусственное землетрясение, взорвав ядерный заряд. По другой версии это мог быть военный эксперимент в обход заключенного Союзом договора о прекращении ядерных испытаний. К слову, все документы в Москве и до сих пор засекречены. Взрыв ни к чему не привел. Выбросы газа продолжались, люди гибли. Окончательно «Юнком» закрыли в 2003-м. Тогда судьбу радиоактивной шахты решала специальная комиссия. Ученый-геолог Евгений Яковлев вместе с коллегами из экологической службы Дании спускался в «Юнком». Уже тогда специалисты просчитывали, что произойдет при затоплении шахты. Подмытая порода могла обрушить камеру взрыва и разнести зараженные частицы. Будет удерживаться цезий, мигрировать стронцы, он более подвижен в воде и в породах. То загрязнение кратковременное, как бы залповое, превышающее нормы, опять-таки, консервативного подхода к питьевой воде, оно могло бы быть. Тогда же решили шахту оставить на сухой консервации и постоянно откачивать из нее воду. Но это очень дорого. На данный момент 11 миллионов рублей в месяц. С началом войны на Донбассе поползли слухи о возможном затоплении «Юнкома». А в этом месяце на неподконтрольных территориях заявили, с 14 апреля откачку воды прекращают. Шахту будут топить. Для меня это был как гром среди ясного неба, потому что это на уровне практически самоубийства какого-то. Окупационные администрации заранее провели информационную кампанию, успокаивая людей. Мол, опасности нет. Впрочем, это людей не утешило. Но говорить на камеру о том, что им страшно местные боятся. Интервью дают вдумчиво, слова взвешивают. Вы не боитесь этого? Ну, видишь, верим властям. Они что-то комиссию показывают. Сейчас на неподконтрольной территории минимум 32 затопленные шахты. Часто они связаны между собой водными токами. И везде вода поднимается. А учитывая просадку почвы, грязная вода выходит наружу, отравляя по пути питьевую. Идет подъем уровней тем допетровским временам, где они находились в природном состоянии. Но сегодня большая часть территории Донбасса в ряде мест ушла ниже этого положения уровня. И у нас формируются участки и подтопления, и затопления. А дальше из-за специфики рельефа Донецкого кряжа, отравленная солями, вредной химией и радиоактивными частицами, вода может продолжить дорогу к двум самым большим рекам региона. Прогноз экспертов не обещает ничего хорошего. В случае худшего и сценария, радиоактивная вода попадает в Северский Донецк, который протекает сразу по трем областям. Харьковской, Луганской и Донецкой. А значит, отравит весь Донбасс. Или же в реку Кальмиуса, оттуда в мелкое Азовское море. И тогда это может привести к настоящей экологической катастрофе. Угрозу затопления Юнкома неоднократно обсуждали и в Минске. Теперь же в Министерстве временно оккупированных территорий будут разрабатывать программу мониторинга за радиацией, чтобы предупредить жителей Донбасса, если начнется заражение. Мы уже неоднократно обращались с этой проблемой к различным международным организациям. И они подключались в попытках решить эту проблему. Но, как и подавляющее большинство проблем Донбасса, ключ от успеха лежит исключительно в Кремле. По прогнозам Георгия Туки, в случае неблагоприятного исхода и отравления питьевой воды, на подконтрольную Украине территорию хлынет очередной поток беженцев. Примерно 100-150 тысяч переселенцев за год. Пока же местные с опаской ждут начала затопления, которое боевики начнут через две недели. Руслан Смещук, Никита Исайко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.